Тема занятия членистоноги артропода. Общая характеристика. Членистоноги являются самым многочисленным типом царства зоа животных, представленные сегментированными высшими беспозвоночными. Как все высшие многоклеточные, они имеют двустороннюю любилатеральную симметрию тела и развиваются из трех зародышевых листков. Происхождение. Далекими предками членистоногих были примитивные морские кольчатые черви. Членистоногие имеют много общих черв с кольчатыми червями, но в связи с более поздним появлением в процессе эволюции у них появляются новые прогрессивные морфо-функциональные признаки, резко повысившие уровень их организации. Итак, давайте посмотрим на общие признаки с кольчатыми червями. Это трехслойность, двусторонняя симметрия тела, сегментация тела, наличие полости тела, но у членистоногих она является смешанной миксацель, заполнена гемолимфой. Нервная система узлового типа состоит из окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. Хорошо развиты органы чувств. Выделительная система представлена метанифридиями в витоизмененном виде, зелеными железами у ракообразных и коксальными железами у паукообразных. Также существуют арморфозы. Во-первых, это гетеррономная или неравнозначная сегментация тела, а следовательно формирование отделов тела. У кого-то это голова, грудь и брюшко, у других это голова, грудь и брюшко. Суставные членистые конечности, устроенные по принципу рычага. Поперечно-полосатая мускулатура, которая характеризуется поперечной полосатой исчерченностью цитоплазмы, а также большей силой и частотой сокращений. Хетенизированная кутикула как наружный скелет и защитный покров тела. Гуморальная регуляция гормоны обеспечивает линьку. Половое размножение осуществляется под контролем высокого уровня гормонов крови. Пищеварительные системы представлены ротовым аппаратом и сложной пищеварительной железой гепатопанкреаса. Дыхательная система у наземных это листовидные легкие и трахеи, а кровеносная система характеризуется наличием сердца на спиной стороне тела. Далее систематика. Какой тип училин устоноги относятся четыре подтипа. Это подтип трилобитообразный трилобитоморфа, жабернодышащий бронхиата, хелицировый хелицерата и подтип трахейнодышащий трахиата. К трилобитообразным относятся один класс. Это трилобиты, они вымершие, они образовались в начале кембрия, уже в палеозое. Они были главенствующей группой животных морских. У них имеется сегментированное тело, разделяющееся на голову, туловище и хвост. Но в середине пермского периода они вымерли. К подтипу жабернодышащих бронхиата относятся класс ракообразные, крустацеа, имеющие два подкласса. Это не широкообразные, дафни, циклопы и диаптомусы, а также подкласс высшие ракообразные, раки, крабы, креветки и другие. К подтипу хелицировых хелицерата относится класс паукообразных арахноиды. А к нему относятся четыре отряда. Это отряд фаланги с целефуга, отряд скорпионы, скорпионос, отряд пауки аранеи и клещи окорина. К трахейнодышащим трахиатам относятся класс насекомые. Инзекта. Отряд двукрылых диптера, отряд блохи афониптера, отряд вши анаплюра и отряд тараканок блядтаида. Далее. Среда обитания членистоногих это морские и пресные водоемы. Наземная поверхность, почва и воздушная среда. К жизни в наземной среде приспособились членистоногие трех классов. Это паукообразные, насекомые и многоножки. Далее переходим к характерным чертам организации членистоногих. Для них характерна гетерономность сегментации. Сегменты обладают различным строением в разных участках тела. Группы сходных сегментов выделяются в особые отделы – тагмы. Чаще всего различают три отдела тела – это голов, грудь и брюшка. Сегменты в пределах тагм, как и сами тагмы, могут сливаться друг с другом и у некоторых групп членистоногих голова сливается с грудью в головогрудь. На голове размещаются органы чувств и рот. Грудь выполняет в основном двигательную функцию, а в брюшке расположена большая часть внутренних органов. Покровы тела. Представлены многослойной хитенизированной кутикулой, которая выполняет защитную функцию. У наземных членистоногих ее наружный слой содержит жиро- и воскоподобные вещества, препятствующие потере воды телом животного. Затвердение кутикул обусловлено тем, что хитин может быть пропитан углекислым кальцием, рукообразных многоножек или же инкрустирован затупленным белками у паукообразных и насекомых. Хитиновый покроев образует твердый наружный панцирь, защищающий тело членистоногих от механических повреждений. Кутикула служит также наружным скелетом, к разным участкам которого прикрепляются пучки поперечно-полосатых мышц, что обеспечивает движение различных частей тела и конечностей. Из-за нерастяжимости кутикулы рост членистоногих сопровождается периодической линкой. Старая кутикула периодически отстает от тела, а кожным петелем выделяется новая, очень мягкая кутикула. При этом старая лопается и животное вылезает из нее, оставляя пустой чехол. Короткий период, пока новая кутикула мягка, размеры тела животного быстро увеличиваются. После же затвердения кутикулы, на что уходит от нескольких часов до нескольких дней, животное сохраняет приобретенные им размеры до следующей линьки. Но важно заметить, что раки линяют в течение всей жизни, насекомые же только в личиночном состоянии. Размеры взрослых насекомых постоят. Далее мускулатура. Отсутствует кожно-мускульный мешок. При этом гладкая мышечная ткань замещается поперечно-полосатая, обладающая большей силой частотой сокращений. Мышцы в соответствии с выполняемыми функциями распадаются на мышечные пучки, прикрепляющиеся изнутри к элементам наружного скелета или к его выростам. Мышечные волокна образуют отдельные мышцы, приводящие в движение тот или иной орган. Этим достигается большое разнообразие движений тела. Конечности членистые, то есть состоят из нескольких сегментов. Членистые конечности подвижно соединены с телом и представляют собой многочленные рычаги, способные к сложным движениям. Членики конечностей подвижны благодаря наличию суставов. Функции конечностей разнообразны. Ноги, груди и брюшка выполняют логомоторную функцию. Ходильные и плавательные ноги, некоторые из брюшных ножек, могут превратиться в копулятивные органы, например, половые ножки. Выросты конечностей груди служат рукообразных органами дыхания, жабрами. Передние конечности головы, антенну и антенны несут на себе органы чувств, осязательные щетинки, органы обоняния и равновесия. Конечности окружающие ротовое отверстие служат для захвата и перетирания пищи. Верхние и нижние челюсти и многочелюсти. У представителей разных классов число пар ходильных ног не одинаково. Насекомые имеют три пары ног, паукообразные четыре и ракообразные имеют пять пар и более. Полость тела. Смешанная миксацель. В процессе эмбриогенеза сначала закладывается первичная полость тела, затем вторичная, но затем стенки целома частично разрушаются и возникает сообщение с первичной полостью тела. Пищеварительная система. Открытого типа имеет три отдела. Это передний, средний и задний. Передние и задние кишки эктодермального происхождения и изнутри выстроены хеденизированной кутикулой. Передняя кишка подразделяется на отделы рот, глотку, зоб и жевательный желудок. Энтодермальная средняя кишка служит для переваривания и всасывания пищи. От нее нередко отходят трубчатые ответвления, функционирующие как пищеварительные железы. Прогрессивной чертой в строении пищеварительной системы являются появления крупных пищеварительных желез. Это слюны, железы, гепатопанкреас, сложная пищеварительная железа, совмещающая функции печени и поджелудочной железы. А также ускоряющих процесс пищеварения, а также появление челюстного аппарата, виды изменения которого позволяют питаться различной по консистенции пищи. Кровеносная система характеризуется появлением пульсирующего органа однокамерного или многокамерного сердца в виде мускульного мешка, расположенного на спиной стороне тела. И сердце имеет парное отверстие, кости снабженными клапанами. Кровеносная система является незамкнутой. Гемолимфа представляет собой смесь крови с полосной жидкостью. Лишь часть своего пути проходит по кровеносным сосудам. Другую часть пути движется по лакунам, синусам, даже по полости тела, откуда вновь поступает сердце. Так, путь гемолимфы. Она сначала из сердца поступает в аорту и артерии, из которых изливается в полость тела и омывает внутренние органы. Обогащаясь в органах дыхания кислородом, она возвращается в околосердечную сумку, откуда поступает в полость тела. Кровь поступает в сердце через прикрытые клапанами боковыми, боковые отверстия, ости. Органы дыхания. Органы дыхания разнообразны. У водных это жабры, у наземных листовидные легкие или трахеи. Жабры легкие представляют собой производные конечности. Трахеи же это органы дыхания насекомых и паукообразных. Они эктодермального происхождения. Тонкие, обычно ветвящиеся трубочки с тонкой хитиновой выстилкой, укрепленные более толстыми хитиновыми кольцами. Наружу открываются парными отверстиями, дыхальцами, которые у некоторых насекомых имеют сложный запирательный аппарат, позволяющий регулировать потерю влаги при дыхании. У большинства членистоногих дыхальца расположены на брюшных сегментах. Трахеи паукообразных обычно не сливаются и ветвятся слабо. Кислород через их стенки поступает в гемолимфу. У насекомых трахеи сливаются, а их тонкие веточки заходят внутрь отдельных клеток, доставляя кислород клеткам без участия гемолимфу. У мелких животных газообмен осуществляется всей поверхностью тела. Органы выделения представлены видоизмененными медонефридиями, развивающимися лишь в одном из сегментов тела. Их наружные протоки открываются у основания антенн, челюстей или конечностей груди, антеннальные и макселлярные железы или зеленые железы ракообразных и коксальные железы паукообразных. У большинства наземных членистоногих органы выделения представлены системой экскреатурных трубок, лежащих в полости тела и открывающихся в кишечник. Мальпигиевые сосуды. Что представляют из себя мальпигиевые сосуды? Они имеют антодермальное происхождение и представляют собой слепо замкнутые на концах, обращенных в полость тела трубки, открывающиеся на границе между средней и задней кишками. Продукты выделения из полостной жидкости гемалимфы попадают в мальпигиевые сосуды, а из них в заднюю кишку. Также выделительная система может быть представлена целомодуктами, гомологичными, метонефридием кольца. Нервная система. Нервная система примитивных членистоногих состоит из окологлоточных нервных узлов, окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. Брюшная цепочка в типичных случаях метамерна, но в каждом сегменте, то есть в каждом сегменте находится парно-нервный узел, иннервирующий органы данного сегмента, но у многих форм метамерия нарушается. Происходит уменьшение числа парных брюшных ганглиев вследствие их слияния друг с другом в связи с укорочением тела или малыми размерами животных. У общественных насекомых значительного развития достигают надглоточные ганглии. Мозг, которые разделены на три отдела. Это передний протоцеребром, зрительный мозг, средний дейтоцеребром, обонятельный мозг и задний дейтоцеребром, связан с остальными видами чувствительности. В переднем отделе имеются грибовидные и листебельчатые тела, которые служат высшим отделом головного мозга насекомых и центром условно-рефлекторной деятельности. Высокий уровень развития нервной системы обусловливает сложное поведение этих животных, основу которого составляют различные инстинкты. Инстинкты – это сложная цепь врожденных рефлексов, ответов на воздействие внешней среды, забота о потомстве, отпугивании врагов, охране своего гнезда и т.д. Инстинктивное поведение особенно ярко проявляется у пчел, муравьев и пауков. Инстинкты перейдутся на следство из поколения в поколение. Органы чувств. Органы чувств разнообразны и хорошо развиты. Они представлены органами обоняния, осиздания, вкуса, зрения, равновесия, а у некоторых даже слух. У одних имеются сложные фасеточные глаза, у других – простые глазки, у третьих – и те, и другие. Фасеточный глаз, можно посмотреть на изображение, состоит из множества маленьких глазков и дает мозаичное изображение, складывающееся из большого числа отдельных точек. Далее. У ряда членистоногих хороший слух. Они воспринимают звуковые сигналы тонкими слуховыми волосками, расположенными на поверхности тела и конечностях. Характерна способность воспринимать запахи, растворенные в воде или присутствующие в воздухе особые вещества. Иногда находящиеся от животного на большом расстоянии. Всем членистоногим присуще осизание. Осизательную функцию выполняют усики и многочисленные волоски на поверхности тела. Далее. У членистоногих имеются эндокринные органы, которые регулируют процессы жизнедеятельности, роста, развития и линьки. Половая система размножения и развития. Членистоногие обладают только половым способом размножения. У отдельных представителей размножения с обладотворением чередуются с портеногенезом. Большинство видов раздельно полой, но некоторые виды, ведущие неподвижный или паразитический образ жизни, являются гермафродитами. Многим раздельно полом свойственен половой деморфизм. Самцы и самки имеют одну пару половых желез. С половыми протоками у самцов связаны предаточные органы. Семенной пузырек и простата. У самок это семиприемник. У самцов часто имеется наружный совокупительный аппарат. У самок иногда образуется особый яйцеклад, служащий для откладки уплодотворенных яиц. Наружные части полового аппарата членистоногих развились за счет конечностей брюшка, половых ножек. Оплодотворение у членистоногих наружное или внутреннее. При наружном оплодотворении самка откладывает яйца в воду, а самец туда же выводит семенную жидкость. У наземных членистоногих оплодотворение внутреннее, самцы вводят семенную жидкость в половые отверстия самок. Оплодотворение происходит внутри материнского организма, защищенных от высыхания условиях. Постэмбриональное развитие у некоторых прямое, но развитие большинства членистоногих сопровождается сложными превращениями. Из яйца выходит непохожая на взрослую особь личинка. Она питается и затем превращается в куколку. Из куколки появляется взрослая особь. Цикл развития с полным превращением или метаморфозом. Яйцо, личинка, уколка и мага. К насекомым с полным превращением относятся отряды жесткокрылые, перепончатокрылые, двукрылые и чешуекрылые. У насекомых с неполным превращением или метаморфозом яйцо, личинка и мага. Стадия куколки отсутствует. Из яйца выходит личинка, похожая на взрослые насекомые. Но крылья и половые железы недоразвиты. Личинки несколько раз линяют, и после последней линьки появляются крылатые взрослые насекомые. К насекомым с неполным превращением относятся отряды таракановые, стрекозы, прямокрылые и клопы. На этом все. Спасибо за внимание.